Так, дружище, не проснулся. Какая нужна помощь, получили ли выплаты и в принципе, что можно сделать, чтобы Татьяне и маленькому Дмитрию сейчас было полегче. Глава округа Максим Красноцветов сегодня встречается с супругой мобилизованного Валерия. Он сказал, что раз пришла повестка, значит нужно идти. Бегать он или прятаться, уезжать он не собирается. Он в нашей стране живет. Если не наши мужья, то кто будет? Защищать нас. Супруг раньше служил в космических войсках. Его призвали в конце сентября. Татьяна сидит с малышом, не работает. Поэтому возникли трудности с ипотекой. Но как только получила первые меры региональной поддержки, платеж погасила. В округе стараются помочь каждой семье мобилизованных. В части оплаты детских садов, в части предоставления кредитных каникул и многие-многие-многие вопросы, они на сегодняшний момент оперативно решаются. И все вопросы, которые есть, даже которые нестандартные, не попадают под тот шаблон, который на сегодняшний момент существует, они решаются в ручном режиме. В Пушкинском активно работает Центр помощи мобилизованным. Напомним, от округа призваны 540 человек. Такие центры созданы по всему Подмосковью по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Татьяна кредитные каникулы пока брать не стала. Льготы на ребёнка получила. Каждый день с мужем на связи, на телефоне. Что хочется сказать супругу? Чтобы он за нас не переживал, мы в порядке. Мы его будем ждать. Здорового, счастливого, что он пришёл домой. Очень-очень ждём и любим. Диме полтора годика. Он пока не умеет говорить слово «папа», да и в принципе «говорить». Но тоже очень ждёт. И обязательно для папы соберёт машинку, подаренную главой. Анна Пыльцина, Евгения Фёдорова, Антон Рябов. Новости Большого округа. Антон Рябов. Новости Большого округа.